Сегодня ночью сотни верующих, а также просто любителей зимнего купания стянутся к прорубям, купелям, чтобы погрузиться в ледяную воду. Вот только количество мест, где можно искупаться в ночь на 19 января в Рязанской области, строго ограничено. На сегодняшнюю дату зарегистрировано 40 иорданий по области, в том числе 3 иорданий по городу Рязани. Это Орехово озеро, Солоча, Женский монастырь и завтра с 12 часов Галенчин. Возле Иордании будут дежурить инспекторы ГИМС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделения пожарной охраны. Рядом также будут врачи и полицейские. Скорее всего, пойдут люди, которые не подготовлены к купанию в ледяной воде. Это все очень плохо сказывается, соответственно, нужно будет успеть вовремя, в случае не дай бог чего, достать человека и передать его в скорую помощь. Кратковременное воздействие сверхнизких температур помогает снять воспаление, отек, боль. После соприкосновения с ледяной водой температура тела может достичь плюс 40, из-за чего погибнут вирусы, микробы, больные клетки. Есть одно «но» – полезно только системное моржевание. Именно оно оздоравливает организм, а погружение в прорубь раз в году станет для него сильнейшим стрессом. Хочу предупредить еще любителей также на необорудованных водоемах. Бывают случаи, когда человек неподготовленный опускается в холодную воду, соответственно, организм реагирует по-разному. Получается холодовой шок у организма, и человек может просто на какое-то время потерять какие-то ориентации, потерять какое-то движение. Еще хочу обратиться к гражданам, что в Иордане не рекомендовано ныряться. Опять по тем же самым причинам, о которых я говорил. Нужно заходить постепенно, чтобы организм привыкал и подготавливался. В идеале люди должны закаляться не один год, но таких людей будет очень мало на крещении, поэтому рекомендация – находиться не более одной минуты в прорубь. То есть зашел, окунулся, вышел. Все. Потом обтираемся полотенцем на сухо обязательно, то есть мы не стоим на холоде ни в коем случае. Мы сейчас заходим в теплое помещение. На всех практически точках будут теплые палатки, где можно спокойно погреться, обтереться и сразу одеться. Также хорошо бы с собой взять горячее питье сладкое, чай, кофе, кто что любит, и выпить после того, как уже оделись в тепло. Если вы все же решили совершить ритуал, важно верно подобрать место погружения. Это должна быть специально оборудованная прорубь у берега, где дежурят спасатели. Рекомендую жителям пользуясь только организованными ироданиями. Почему? Потому что данные водоемы проверены Ростехнадзором, проверены водолазами с целью безопасности, чтобы на дне никаких не было посторонних предметов. И, соответственно, у каждой иордании будут находиться сотрудники МЧС, спасатели, которые будут в крайнем случае оказывать какую-то помощь. Хотя считается, что верующий должен крестясь троекратно погрузиться в воду с головой, в МЧС советуют окунуться лишь по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и шока от холода. Кстати, для многих станет сюрпризом, что традиция крещенских купаний на самом деле не имеет отношения к церковному уставу. Об этом постоянно говорят священнослужители. Поэтому традиция традицией, а принуждать себя окунаться в холодную воду точно не нужно, даже если вы верующий. А уж если решили, делайте это грамотно.